Меня, например, не удивило, потому что Александр готов выступать и готов бороться за золотые медали. Но, по крайней мере, что-то, может, не получалось в команде, где-то подводили к чемпионатам мира. Ну, как сказать, ругать мы все мастера, а вот помочь или просто промолчать и не давать никаких комментариев, чтобы команда не купалась во всем этом негативе, чтобы, как говорится, не расстраивать ни ребят, ни девчонок. Я считаю, надо просто надеяться и всегда, понимаете, получается результат, что выигрывают наши. Я, например, смотрела, когда этапы Кубка мира, ну, просто у Александра где-то не складывалось, где-то, может, травмы у него локтя были. Ну, по крайней мере, он достойно боролся и может бороться и с Фуркадом, и с Бео, я считаю. На равных он борется с ними. Просто неспортивное поведение Фуркада вчерашнее, как сказать, показало, что сильно уж им не нравится, когда русские выигрывают. Но я считаю, вчера вся Россия порадовалась за Александра, и у меня радость была полнейшая, что наш Александр наказал их просто-напросто, что наш русский выиграл. Время уже прошло, Александр, что он виноват там или еще что-то, он отбыл этот уже срок, как сказать. Ну, почему иностранных спортсменов не задевает, а на нашу Россию, как говорится, все просто ополчились, какое-то непонятное решение выносят, его все время тыкают, какое-то клеймо ему ставят. Но он за это, как говорится, отбыл свой срок. И, извините, сейчас он чистый спортсмен, я не думаю, что его на 10 раз уже, наверное, проверили и перед чемпионатом мира, и на этапах Кубка мира проверяли. Так что я считаю, что это медаль заслуженная, и нечего на спортсмена просто-напросто пустословить сейчас. Вот и все. Вот возьмите мимику спортсменов, что Александр показал вчера, какой результат, я считаю, что необоснованная какая-то злоба на Россию, какие-то допинги. Ну, не одна же Россия, там попадаются спортсмены на допинг, очень много спортсменов. Ну, давайте уже говорить на чистоту, ну, например, норвежцы осматики. Ну, это же тоже, я считаю, допинг, правильно? Ну, просто это разрешено, а на каком основании разрешено? Тогда должна быть отдельная у них категория бегущих, как в инвалидном, правильно, спорте? Я считаю, что лишились они, лишились, очень многого лишились. Вот именно проведение этапов Кубка мира в Тюменской области, там, неважно где там, ну, в России. Самое главное, что... в общем, выискивают не там, где надо. Субтитры создавал DimaTorzok